Сегодня мы приступаем к нашей учебной зоне. Для этого мы будем использовать вот такую вот заготовочку 33х33. Заготовочка у нас из склеенных частей. Так как у нас будут здесь полки, они прекрасно удержат этот сгиб и нам не придется тратить целый лист на нашу учебную зону. Так как эта зона учебная, подразумевается, что здесь обязательно должен быть стол. Для того, чтобы нам определить высоту стола, мы берем нашу спальную зону. Учитывая, что в результате две эти зоны должны будут соединиться в одну, то стол у нас должен быть где-то вот на этом уровне. Ну и кроме того, мы должны учесть, что на нашем столе прекрасно должна себя чувствовать и наша уголка. Если у нас будет вот на этом уровне стол, то в принципе это нормальная высота будет для нее. Даже мы можем себе позволить сделать вот здесь маленькие шкафчики. Для этого мы будем использовать вот эти спичечные коробки, которые у нас имеются. Ну посмотрим, может мы и не будем это делать. Значит, помимо стола в нашей учебной зоне обязательно должны быть полки для книг. Здесь у нас будут вот так, скорее всего, полочка. Здесь, возможно, мы сделаем шкафчики. Вот на этом расстоянии у нас будет место, которое в результате соединится с нашей спальной зоной. Вот это. В унисон мы это место заклеим также зеленым фетром. На стеночку мы будем использовать вот такой вот принт на листе А4. Декорировать мебель, а также стыки на полках мы будем с помощью вот этой глянцевой бумаги. Бумаги цветной подберем уже по ходу дела. Клей также мы будем на наш обычный клей, который мы всегда пользуемся. Ну что же, приступаем к работе. А потом я вам покажу, что у нас получилось. Следите за нашим видео. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...